Ассасина! Лассасина, лассасина! Ты говоришь, какой буртый дед? Ну так, я ж наставник! Я не могу представить его смех! Как он должен смеяться, скажите мне? Это сложно! Хватит! Добрейшее время и суток всем! С вами Вида и Вуди Эпик! И сегодня мы начинаем проходить новую визуальную новеллу под названием Becoming a Legend! Становление легендой! В этой визуальной новелле собралось все то, что мы любили в предыдущих новеллах, только здесь побольше героев! Это тоже, кстати, новало с элементами РПГ, но еще в ней много различных... Чего? Сюжетных линий! И отсылок к другим играм! В принципе, мы уже немножко попробовали играть, но текст слишком медленный! Мы даже предугадывали, что будет дальше! Че, начинаем? Да, конечно! Начинаем! Оу! Вот уже 15 лет в империи царит хаос! Гражданская война! Что может быть ужасней, когда братья проливают кровь друг друга? Ох, смотри, прям карту все залило! Да, это мне напоминает Игру престолов! Типа, карта названия городов напоминает, типа... Кстати, да, и этот волчек! Да, волчек, да! Фолкстон напоминает мне Фолкрит из Скайрима, не знаю... Ну, в общем, да, мне почему-то в голове сразу такое... Император всеми силами пытался восстановить порядок, но его методы люди сочли признаками тирании и узурпаторства, а факт, что императора нету наследника, еще больше подогрел революционный дух. Народ жаждет перемен. Народ требует власти, но пока еще ни у кого не хватило сил сбросить главную фигуру с его золотого трона. Но, несмотря на все старания, страдания... Страдания. Страдания, да. Перенаселение... Перенаселение... Перенесенные людьми. Перен... Ох, боже мой! Перенесенные людьми. Немножко странный шрифт, непривычный мне. Перенесенные людьми за эти 15 лет. Несмотря на то, что многие уже поговаривают об окончании войны, это все еще не конец. Совсем скоро на земли империи обрушится куда большее зло. Именно поэтому, возможно, волей Всевышнего должен появиться тот, кто прекратит это. Тот, кто восстановит баланс, иными словами, герой. Герой уже известен, точнее сказать, героиня, но она еще даже не знает о своем предназначении, и когда узнает, вряд ли это вызовет большую радость. О, так на меня похоже, когда я еще не покрашена была. Да, так кто же ты героиня, о поступках которой совсем скоро будут слагать легенды? Кто же ты? Еще же мне нажать на лицо. Легенда не становится просто так. Для всего есть начало и конец. Где же началась твоя история? Здесь предоставляется выбор, и, конечно же, я выберу. Оленя. Да, оленюшечек. Я даже не сомневался. Оствер. Город Оствер стал для империи надежным оплотом. Какое интересное слово. На котором уже веками держится экономика, ведь все торговые пути переплетаются в этом месте. Оствер всегда был городом, полным возможностей, и тебе посчастливилось родиться именно здесь. Подтвердить. А может, еще давай посмотрим, что говорится нам здесь. Обедмедия? Да, да, да. Мишка. Рэдклифф. Рэдклифф. Местечко Рэдклифф. Близ северо-западной границы империи. Сотни беженцев и отступников со всех сторон стекаются сюда в поисках лучшей жизни. Рэдклифф. Столица преступников, магов, наемников и прочих отбросов общества. Вот твоя родина. Нет. Нет, спасибо. Оу, оу, щит. Такого... Мы идем в Оствер. Да, Оствер. Хоть и сложное название, Рэдклифф, более приятное, но, блин... Ну нет, мы хотим себя лучшей... Лучшей судьбы. Да, лучшей жизни. Так. Героев судят по их деяниям, но деяния твои пред... Предопределить. Боже, предопределит оружие, которое ты будешь держать в своих руках. Осталось лишь выяснить, на что ты способна. Вика. Блин, как это классно, слушай. Мечик, арбалетик, может быть магический посох или два полуторных кинжала каких-то, потому что это... Ну, или это два меча, или это два кинжала. Ты знаешь, что я люблю больше лукострелы, но я даже не знаю, здесь арбалет и такой сложный выбор, решай ты. Представь, что ты Дэрил из Walking Dead, как вариант. Это отсылка к Walking Dead. Так вот, что? Арбалет. Арбалет? Ну, арбалет так арбалет. Не знаю, по мне, это не рыцарское оружие, арбалет. Правильно, это стрелок. Я бы взял мага. Он тоже как бы стрелок. Ну, давай почитаем. И дубиной по лицу можно дать, если что. Давай почитаем, ты. Ладно. Стрелки – бесшумные убийцы, которые всегда остаются в тени. Они способны отыскать лучшее место и затаиться, чтобы нанести решающий удар. Чем выше, тем лучше твой арбалет готов... Ты никогда не промахиваешься назад. Давай посмотрим, маг. Маги предпочитают оставаться по отре от гуще событий, осыпая своих врагов градом дальнобойных заклинаний. Ты силен, пока держишься на дистанции, на расстоянии. Но стоит кому-то подобраться поближе, ты потеряешь всякое преимущество. И будь осторожен, ведь многие с опаской подглядывают в сторону мага. Я не знаю, в принципе, очень логично посмотреть еще два оружия. Давай посмотрим разбойника. Разбойник не планирует, а не действует. Стремительно и неудержимо. Не успешно вернуться, разбойник уже за спиной. Его острому кинжалу уже не терпится нежно впиться под реброме между ребер врага. Ах да, у тебя два кинжала. Даже не один. Ну и ладно, меч. И последнее – воин. Я не знаю, воин, девушка. Воины всегда отличались большой силой. Не только физической, но и духовной. Они сперва могут показаться медлительными и неловкими. Но поверь, клинок держит крепкая рука. Твой верный меч будет спасать жизни и отнимать их. Все зависит лишь от того, куда ты его направишь. Ну так что, кем ты хочешь быть? Кем ты станешь? Точно не магом, точно не разбойником. Решай ты, воин или арбалет. Воин или кто? Или стрелок. Ну, стрелок бесшумный, как бы сдалека. Ну, давай, не знаю, ты хотела изначально стрелка, давай стрелка воин. Мне кажется, это самый простой путь, типа самый такой логичный. Но девушка таки неплохо смотрится с таким хладнокровным оружием. Ну, стрелок – это не только арбалет. Это лук, это может быть любое оружие. Это еще маленький кинжал, который она носит в своем чём. Чём, в сумке? В бездонной сумке. Маленький. Да не, нормально все. В сапоге. В сапоге. Ого. Нормас. Айрин из Оствира. Оствир. Какое сложное название. Не, какой сложный скрифт. Давай. Твоя реплика. Тебя зовут Айрин. Это имя тебе дал отец. Как поговаривали слуги, назвал он тебя, как в честь своей погибшей сестры. Вы с отцом, откровенно говоря, всегда были очень близки. В детстве ты обожала проводить с ним время, а больше всего выбираться на охоту в леса на севере Оствира. Со стрелковым оружием ты отлично умела обращаться уже с малых лет. Но счастливой жизни вскоре наступил конец. Гражданская война довольно долго не давала о себе знать на юге. Но в конце концов, она добралась и до вас. Твоего отца и братьев забрали служить на запад. В самый эпицентр военных действий. А вскоре от болезни умерла и твоя мать. И тебе пришлось переехать в Вествик. Черт, такое знакомое до горя название. Точно как и Скайрима. К своему дяде. Но, как выяснилось, он был не намерен принимать на себя все трудности заботы о еще одном члене семьи. И вот так ты оказалась на улице. Впервые в своей жизни ты столкнулась с непроглядной нищетой. И это было ужасно. Возможно, все сложилось бы печальнее. Если бы тебя не взял под свою опеку странник из Вествика, Оуэн. Он дал тебе крышу над головой, а затем и новый смысл жизни. Совсем скоро ты стала членом братства. Крупнейшей и влиятельнейшей гильдии наемных убийц во всей империи. Люди, которые окружали тебя, мошенники и убийцы, стали для тебя настоящей семьей. Вот так вот. Узнав о твоей страсти к стрелковому оружию, они изготовили для тебя особый арбалет. Сегодня, в день твоего девятнадцатилетия, ты наконец станешь полноправным ассасином. Твое первое задание уже ждет тебя. Че, подтверждаем? Конечно. Подтверждаем. Итак, твоя история начинается здесь. О, ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды. В западный город Вествик, небольшое местечко, радушно принявшее тебя в момент нужды. Именно здесь зародилось и выросло братство, легендарная гильдия наемных убийц. Оу-а, крепость братства. Вот уже сорок лет надежно стоит у подножья западного хребта. Никому доподлинно неизвестно ее точное расположение. Да и искать эту крепость даже отъявленному смельчаку в голову не придет. Братство стал твоим новым домом, а его члены твоими братьями и сестрами. И сегодняшний день знаменует нечто воистину особенное. Да-да, сегодня твой девятнадцатый день рождения. И посему ты наконец станешь одной из них. И будешь носить гордое звание Ассасина. Ла-сасина, ла-сасина. Илья, заметь, очень похоже на главное здание Лог Горизонт. Все такое. Да-да-да, в деревьях, в мухе, в листьях. Очень похожая структура здания. В те времена, когда ты еще была ученицей, утро для тебя было самым отвратительным временем. Приходилось вставать ни свет ни заря и отправляться на долгие изнурительные тренировки. Кажется, у всех было так же. В школе. В школе, да. В универе. Все не хотели вставать утром, особенно. А я, господи, как-то пау. А хуже всего было тренироваться с Лорей... 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 Это нечто особенное. И она никогда не забывается. Возможно, это будет какой-нибудь жадный Эрл с Востока. Или, может... Магесса. Отступница, промышляющая некромантией. Естественно, против магов ты ничего не имеешь. Но... Но твои мечтания прервал настойчивый стук в дверь. Войдите. Доброе утро, сестра. Меня послали за тобой. А ты... Смотрю, уже на готове. Проснулась первыми петухами. Прихорошилась. Верный подход к делу, но... Смотрю, ты мне не рада. Это меню ответов. Именно так выбираются ключевые реплики героя. Чаще всего предположительные реплики будут иметь... Предложенные. А, предложенные. Эмоциональную окраску. Слушай, это здорово. У нас такого не было. Добрые персонажи всегда вызывают уважение и одобрение окружающих. Поэтому их уровень морали постоянно будет расти. Циничные персонажи обожают шутить. Порой даже в самый ответственный момент. Но их уровень морали остается неизменным. Агрессивные персонажи люди не до... Недолюбливают и побаиваются. Из-за этого их уровень морали все время падает. Ваш ответ влияет на сюжет. Окей. Теперь у нас Вика у руля. Я даже не знаю. В принципе, я бы ответила... Да что, все ок. Или подшутить можно. Да? Как хочешь. Ох, Мария. А ты, смотрю, решила растрясти свои косточки? Конечно, рада тебе. Рада тебе. Что за вопросы? Ты ведь опять шутишь, да? Или нет? Никогда не могу угадать. Что ж. По поводу Оуна. Он как раз и попросил меня привезти... Нашего новоспеченного ассасина. Так что, если ты готова, то идем. Я провожу тебя. Дай мне минутку. Хорошо. Я буду ждать снаружи. Так-так-так. Так-так. Надо собрать все необходимое. Так. Некоторые предметы можно брать с собой в путешествии. При наведении курсора они начинают сиять и появляется подпись. Кодекс. Многие подобранные предметы могут пригодиться в будущем. Собрите все предметы, направляйтесь к выходу. И зная меня, я соберу все, что найду. Да, ну ладно. Ну ладно, теперь хоть есть куда вещи сложить. Что же еще взять? Теперь все. Стоит догнать Марию. Она ведь не любит, когда ее заставляют ждать. А что, действительно, можно ничего не взять? Да, все, насобирали. Вот у нас такая огромная свобода выбора. Войди. Ты готова? Отлично. Смотрю, ты не взяла с собой ничего лишнего, как и подобает истинному ассасину. У меня хорошее предчувствие на твой счет, дорогая сестра. Сдается мне, ты принесешь нашему братству славу и успех. Наверное... Но не будем забегать вперед. К тому же, Оуэн уже заждался тебя. Зачастую дверь и окна являются активными. Если вы не знаете, что делать дальше или не можете найти кого-то, ищите выход. Сбегаем. Так, значок выхода покажет на активную дверь. Выход. Мне еще, знаешь, очень нравится здесь музыкальное оформление. Оно прям уносит тебя туда. С головой полностью. Ладно. Айрин, дорогая, надеюсь, ты не сильно опечалилась из-за того, что я попросил Мирию привезти тебя ко мне. Дело в том, что у меня возникли неотложные дела, и поэтому я не смог подойти к тебе сам. Как подобает. У него такая улыбка была. Я понимаю. Что ж, вот я пришла. Да-да, это знаменательный день настал. Ну, тебя не должно обуревать волнение. Обуревать. Хотя я и сам волнуюсь, признаться честно. Ты говоришь, какой портый дед. Ну так, я ж наставник. О, милое дитя, я помню тот день, когда привели тебя сюда впервые. Твой нрав был мягок, и мухи не обидело бы. А теперь взгляни на себя. Это было громко. Из податливого и нежного бутона распустился прекрасный цветок, готовый нести смерть. Я так горд, что мне выпала честь поучаствовать в этом чудесном акте перерождения. Но не будем медлить. Ты и так ждала столь долго своего часа. Итак, твой первый контракт. Взгляни же. Я уже плачу, настолько мне смешно. Что же, я могу посмотреть? Конечно, дорогая, надеюсь, ты будешь... не будешь разочарована. Примногоуважаемое братство, по воле великого мы обращаемся к вам с просьбой. Заблудшая душа отринула наше учение, и теперь мы жаждем возмездия. Позволите ли вы оказать нам помощь? Адепты... А я еще не вышел с роли. Адепты темного пришествия. Но... Что это значит? Я не понимаю. Контракт без имени? Как же я найду нужного человека? О, нет. О, нет нужды беспокоиться. Его доставят в назначенное место. Какой же это тогда контракт? Я даже не знаю, кто будет моей жертвой. Мне просто нужно убить незнакомца. Заказчик, что же, сам изловит его и доставит мне. Тогда какой смысл в наших услугах? Мне легче ли самому ему прикончить жертву? Это контракт весьма легок. Я не могу пойти на большой риск, когда речь идет о тебе. Но при всей легкости, эта миссия полна специфических деталей. Особенно бросается в глаза способ, которым необходимо лишить несчастного жизни. Больше проходит на ритуальные убийства. Я думала, наше братство не занимается подобным. Мы ведь чтим традиции. Братство никогда не соглашалось работать с сектантами. Поверь, дитя, я никогда бы не принял этот контракт. Но наше бедственное положение вынуждает меня. Ты и сама должна это понимать. Гражданская война и без того уносит сотни жизней. И посему мало остается тех, кто желает воспользоваться нашими услугами. Я знаю, это тяжело слышать, но братство изживает себя. И чтобы хоть как-то держаться на плаву, не уступая иным гильдиям, мне не остается ничего иного, кроме как взяться за подобного рода контракт. Но Оуэн... Кто ты, в конце концов? Ассасин? Или вечно всеми недовольная... Жеманная леди? Тебе дали контракт? Изволь исполнить его. Да, отец. За все эти годы, что я потратил на твое воспитание, я верил и верю по сей день, что ты не по... не по... Что? Что ты не подведешь меня, девочка моя. Помни, все надежды нашей семьи устремлены сейчас лишь на тебя одну. От этого контракта зависит наше будущее. Именно поэтому я доверил это дело тебе. Это будет весело. Эй, я не подведу. Прости, это было недостойно. Можешь положиться на меня. Глянусь, я не подведу тебя и нашу семью. Очень хорошо. И самое главное, где смерть Айрины? Что, где смерть? Где смерть Айрин? Айрин? А ее зовут Айрин? Неловкая пауза. Да я забыл, черт подери. Ну, бывает и такое. Просто Айрин, она Айрин, я и не знал. Я думал, это ее что-то имя левое. Я думал, это интересно. Ну, это она, смотри, зеленоглазая красотка. Да, 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 да. Прям как ты. Она за спиной, отец. Маунтенблейд. Да, на Маунтенблейд тоже похоже. Но если хочешь, можешь проститься с братьями и сестрами. Возможно, у них найдется для тебя парочка дельных советов. Отправиться. А какая разница, позже есть? Давай позже. Ну, мы можем сейчас, может, что-то пособираем в замке. Давай. Давай. Мне нужно немного времени. Я скоро вернусь. Общаться с другими персонажами можно узнать много полезной информации, а также завести друга, либо нажить врага. Чтобы начать разговор, нажмите на кнопку диалога. Давай в комнату вернемся. Давай в комнату. Кажется, я уже взяла все необходимое. Мне здесь больше нечего. Ничего не нужно. Хорошо. Давай на зелененький. Давай в трапезную. Давай. Нам-нам-нам-нам-нам. О, какой мужичок. Где смерть? За спиной! Здравствуй. Никак отправляешься на первое задание? Именно так. Вот подумала, а может зайти к старине Брауну напоследок? Хочешь, чтобы я тебя подбодрил? Не думай, что это необходимо. Ты сама прекрасно знаешь, что все пойдет отлично. По крайней мере, я на это надеюсь. Не хотелось бы оплошать в свой первый раз. Ты не оплошаешь. Будь уверенней в себе, раз даже наша черствая Лоррейн безоговорочно верит в тебя. У тебя не должно быть ни малейших сомнений. Надеюсь, ты прав. Что ж, лучше разобраться с этим побыстрее. Не хочу заставлять Луна ждать. Мой братец этого не любит. Однако для своей любимицы он всегда готов сделать исключение. Только не злоупотребляя этим. Стараюсь изо всех сил, Браун. Чатненько, давай дальше. Галерея? Да. Крис? Ну и куда же его занесло на этот раз? Ну это странно. Обычно он всегда здесь ошивается после заданий. А ну-ка, никуда ничего нельзя. Ну давай. Мы можем или выйти, или найти Криса. В поисках Криза! Лучник. Вот ты где? Искала меня? И зачем же? Что ты здесь делаешь? Неприлично отвечать вопросом на вопрос, мышонок. Я не так давно вернулся с задания, вот решил немного пострелять. Ты стреляешь в птиц? Какой ужас. А почему бы и нет? Нельзя терять форму. Ладно, надо бы поздороваться с тобой по-правильному. Тям-тям. И где же смерть? Она за спиной. Надеюсь за твоей. Так что же ты тут забыла и решила украсть мое утро своим присутствием? Ты редкостный под халим, Крис. Я говорю правду, не более. На моих глазах выросла прекрасная женщина. И что же, я должен молчать? Вот еще. Сколько раз я должна сказать, что тебе со мной ничего не светит? Говорить бесполезно. Тебе ли не знать, какой я упертый? Ха-ха. Ха-ха. Ха-ха-ха. Я не могу представить его смех. Как он должен смеяться, скажите мне. Это сложно. Кстати говоря, наслышан, что ты уже получила первый контракт. И как? Не разочарована? Отчасти. Это не совсем то, что я ожидала. Спокойнее, сестренка. Если возникнут проблемы, только свисни. Сделаю все, что в моих силах. Спасибо, Крис. Это очень мило с твоей стороны. Но вообще-то я хотела спросить тебя кое о чем. Вот оно как. Тогда я целиком и полностью в вашем распоряжении. Миледи. О-о-о. Так. Давай спросим о первом контракте. Каким был твой первый контракт? Поделись уже опытом, впечатлениями. Знаешь, такие вещи не забываются. Помню последний месяц моего пребывания учеником. Я был весь на иголках. Все не терпилось показать всем, на что я способен. Ну и когда Оуэн вручил мне контракт, я был так доволен, что... Короче, я напрочь забыл о первоочередных правилах Ассасина. Тишина в возмездии, быстрота в сокрытии и бла-бла-бла. Перед тем, как отправиться к жертве, я упился в дрянь. Волнение и все такое. Подумал, что хоть крышу поправлю, но не тут-то было. Наутро я сам хотел наложить на себя руки. Какое уж там убийство. Не знаю, каким чудом, но я добрался до своей жертвы. Попутно разворотив весь ее дом. Первое нарушение в мою купилку. Ха-ха. Ну а когда я увидел ее, Оу, Всевышний, я уж было подумал, что и вправду ласки склеил в той таверне. Моей жертвой была очаровательнейшая дама, лет 25. К тому же, сильный духовный маг. И что же ты сделал? Убил ее, что же еще? Ну, не сразу. Так уж вышло, что между нами завязалась беседа. Я разузнал о нее, что и почему решил лишить красавицу жизни. Ну и пожалел ее, признаться честно. Но все же убил. Не перебивай меня, женщина. Развязка этой кровавой драмы близка. Так вот, переговорив с Магессой, я твердо решил пощадить ее. Девушка, услышав мое решение, рухнула на колени. Ира, дая от счастья, принялась благодарить меня. И должен заметить, весьма искусно... Хватит. Крис, и долго же... И долго еще я вынуждена выслушивать эти пошлые баки. Да, не туда нажимаю. Хорошо, перейдем к сути. Итак, после бурной благодарности, девушка решила замести следы и скрыться, пока ее не нашел другой наемник. И я решил ей помочь. Вот тут-то и вторая моя ошибка. Я был чересчур наивен. Я искренне поверил, что у нее больше нет никаких дурных мыслей на мой счет. Но вот она посчитала, что я все еще представляю опасность. И решила избавиться от меня. Наложила какое-то... Сковывающее проклятие, и попыталась скормить своей ручной гарпии. Как хорошо, что Мирия обучила меня кое-каким фокусом, и я смог вовремя высвободиться. Потому перерезал горло и Магеси, и ее зверушки, и ушел в самых расстроенных чувствах. Да уж, это похоже на тебя. Что тут еще сказать? Никогда не проникайся к чувствам и к своей жертве. Это непозволительная роскошь, которая может стоить тебе жизни. А потерять такую хорошенькую, талантливую и еще непокоренную мной девушку будет просто невыносимо. Спасибо. Но я не такая, как ты. Так что беспокоиться не о чем. Посоветуешь что-нибудь? Да. Посоветуешь что-нибудь перед моим уходом? Оценивай свои силы. Если чувствуешь, что не справляешься, то не надо геройствовать. Лучше просто убегай. Run, girl, run. Та-та-та-та-та-та-та-та. Мне пора идти. Было приятно поговорить с тобой, извращенец. Напоследок. О, Всевышний, неужто я слышу нотки грусти в твоем голосе? Грусти? Да я счастлива, что мне выдалась возможность передохнуть от тебя. Другое прочитала. Найди себе уже девушку, чтоб тебя. Чтобы дать тебе жить спокойно? Нет-нет. Я буду верен тебе до последнего вздоха. Была бы Мирия чуть моложе, или Лорейн чуть доступнее, то я бы вряд ли слышала эти слова от тебя так часто. Что ты такое говоришь? Мирия, мне как мать. Так бы и прижался к ее груди. Эх, этот мамка... Любитель мамок, прям как я. Удачи, Крис. Она тебе пригодится. Ты жестоко. Жестоко и прекрасно. Эх, что может быть чудеснее? О, господи. Конечно, конечно. До скорого. Классный чувак этот Крис. Крис Редфилд. Так, нам нужно еще в коридор, в главный зал. Давай в коридор. А в галерею мы только что были, да? Да, мы только что были. Давай в главный зал. В коридор. Я уже зашел. Так, это та самая. Как все прошло? Ты ведь поговорила с ним, но... Что-то не так? На тебе лица нет. Поздравь меня с первым заданием. Ритуальное убийство? Что может быть лучше? Но это ведь... Против правил? Да, да, я знаю. Как Оуэн решился на такое? Неужели у нас все так плохо? Из него много не вытянешь, но да. Да, похоже, братство в тупике. И теперь я должна вытянуть нас из этого дерьма. Это большая ответственность. Но раз уж Оуэн доверил тебе это дело, его надо выполнять. Ты всегда была его любимицей, так что... Знай, что он верит в тебя, как и все мы. Да. Я так и не успела спросить, а каким был твой первый контракт, Мария? Мирия. Сорян, Мирия. Че ты вспомнила, Лог Горизон? Ох, лучше и не вспоминать. Это было, мягко говоря, дерьмова? Да, превосходное определение. А поподробней? Ладно, ты теперь официально одна из нас, так что думаю, тебе и вправду лучше узнать. На моем горьком опыте поймешь, как делать не стоит. В общем, моим клиентом был богатый торговец из верхнего Вествика. Он хотел убрать своего конкурента. И как он оправдывался, дело было вовсе не в том, что товары того торгаша были куда лучше. Тот человек якобы оказывал помощь работорговцам. Сама понимаешь, только представив несчастных невольников, я уже воспылала яростью к своей жертве. В конце концов, я наведалась в его поместье. И спалила мерзацию прямо в хуле. На крики сбежали из строя его детей и жена. Но вместо того, чтобы скрыться в тот же миг, я поведала им о злодеяниях этого человека и лишь затем сбежала. Вернувшись к заказчику за оплатой, я выяснила, что на самом деле тот человек вовсе не был сообщником работодав... работорговцев. Просто клиент любил приукрашивать, вот и все. Ну, я и его убила тоже. Как мне тогда казалось, он очернил беднягу и тем самым заставил меня лишить того жизни. А вот дальше было еще хуже. Оказалось, что женушка того мужчины после услышанного от меня тронулась умом и наложила на себя руки. Не смогла вынести, что его благоверный занимался такими мерзкими делами. Дети же его остались сиротами. Все по моей вине. Так что могу тебе сказать вот что. Не позволяй эмоциям взять верх. Ассасин должен быть беспристрастным. Сказали убить? Убей. Но не делай лишнего. Да уж, не представляла, что ты в таком замешана. Сочувствую. Чего уж там. Дела давно минувших дней. Главное, что и я попыталась хоть как-то исправить эту ошибку. Все деньги, вырученные с контракта, а их было немало, я отдала на сдержание этих трех малышей. Надеюсь, я смогла помочь им хоть чем-то. Может, у тебя есть какой-нибудь совет для меня? Я немного волнуюсь. Совет? Дай-ка подумать. Перед заданием продумай все наперед. Поищи пути отхода. А лучше несколько. Безопасность превыше всего. Ведь так? Спасибо, Мария. Думаю... Мирия. Да что в тебя. Спасибо, Мирия. Думаю, мне пора. Удачи. И осталось последние две комнаты. Это у нас главный зал. Оу, нет. Оу. Кыш. Кыш. Бустующий зал. Оу. Мисс. А вот и Ларин. Где смерть, сестра? Она за спиной. Ну, поглядите, кто к нам пришел. И почему это мы еще здесь? Я-то думала, что ты на всех парах помчишься выполнять контракт. И что ты тут забыла? Просто хотела посоветоваться. Так, в чем дело? Я же вижу, что с тобой что-то не так. Мой контракт, он какой-то странный. Да неужели? Как по мне, первый контракт всегда кажется странным. Дай-ка посмотрим. Вот как. Знаешь, я тебе даже завидую. Попадись мне такое легкое задание, я бы только радовалась, а не нос воротила. То, что задание легкое, не самая большая проблема. Я просто не понимаю, как Оуэ мог взяться за это. Раз взялся, значит так надо. А ты тоже хороша. Ничего сопли распускать. Просто покончи с этим побыстрее. А дальше глядишь и будет что-нибудь получше. Может, дашь мне какой-нибудь отдельный совет? Ты и так прекрасно справишься. Тебе не нужен, тебе не нужны мои советы. Но было бы неплохо. Тогда могу сказать лишь одно. чем быстрее ты все сделаешь и скроешься, тем лучше. В нашем деле время всегда играет против нас. Ну... А у тебя я... А у тебя какое было первое дело? Я наслышана, что ты мастерски справилась. Неужели? Да уж, все так говорят. Ну... На самом деле все было немного не так, как считают остальные. Ну и как же все было? А я тебе не скажу. Еще заложишь мне Оуну и тогда прощай мои лавры. Ты страшный человек, Лорейн. Ты ведь знаешь это? Конечно же. Спасибо, Лорейн. Думаю, это все, что я хотела знать. Смотри осторожнее там. Будет нехорошо, если тебя прибьют на первой же миссии. О, а ты будешь скучать по мне? Еще бы. Как это было миленько. Ну что, давай вернемся в главный зал и на этом приостановимся. Да, думаю, это будет оптимальный вариант. Не будем читать уже его реплики. Я думаю, оставим этот сок на следующую серию. Ладно, не суть. Что ж, надеюсь, вам понравилось. Да, если так, дайте, пожалуйста, знать лайком и комментарием ниже под видео. И мы вас очень любим. Спасибо. за внимание. Всем удачи, всего хорошего и пока-пока-пока. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok